Мы запишем мою новую разработку. Я давно вынашивал эту мысль, эстапель. Итак, речь идет о том, чтобы противопоставить заявление о вынесении судебного приказа и исковое заявление. Найти между ними такую связь, которая порочит исковое заявление. Послушайте логику, которую я излагаю в виде одной строки. Потому что по закону есть разъяснение пленума Верховного суда, что требования должны быть бесспорны. 62 пленум ППВС. Вот в поставлении пленума, номер 62, там прямо написано, доказательством является расписка. Вот он расписался, сука, что должен, а не отдает. Ну что с ним, ну как быть-то, вот с такими вот тупыми, это не потому, что у него денег нет. Денег у всех полно. Да, и желание оплатить у всех, да. Все бегут платить. Как это? Да. А один какой-то. Поэтому придумано было приказное производство. Когда требование признал, ну а просто передумал отдавать. Вот. Поэтому надо и взыскать. Вот для чего приказное производство. Приказное производство по бесспорным требованиям. Бесспорность признана. Таким образом, вынесение судебного приказа о чем говорит? О том, что имеется признание в письменном виде, в котором, значит, должник все признал. Вдруг появляется исковое заявление, в котором какой-то расчет. Минуточку. Зачем нужен расчет, если уже у вас в руках имеется документ, когда должник все признал? Иначе бы не было приказа. Раз было эстопель. Эстопель состоит в том, что если участник гражданского дела резко поменял свою позицию, то возникает в основании полагательства, что его поведение недобросовестное. А раз недобросовестное, то мы по статье 10 гражданского кодекса говорим, оно не рассматривается. Очень доволен, что рассказал об этом открытии. Сейчас я его оформляю буквами, делаю доводы. У меня получается 4 довода и смертельный вывод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok